по часам, 24-25 минут. Ну что, вперед Харикришна, могу сказать. Харикришна, кстати, слона на F4 вывел. Вот это уже правильно. Это по-нашему, по-лондонски. Ну, тоже может быть. Но, с другой стороны, Хикаро там наловчился. Он все-таки с Гатой немало партий сыграл. А варианты тот же самый. Вот главная идея его была, что когда Гата ходил в E4, он неожиданно отводил слона назад на E7. Да, это известный вариант. Уже много партий на эту тему был. Да, вот это хитрый его прием такой был. Но тут разные у белых есть другие продолжения. Немножко не спешить с ходом E4. Но, в принципе, черные держатся солидно здесь. Так просто белым перевеса здесь не достичь. Ну, наверное, возникает вопрос, а почему в конь E5 не пойти? Тоже возможный вариант, нормальный. Конь E5, вот альтернатива. Конь E5, F4, слон H4. Так, размен на Ж3. Ну, тогда вот один раз Сережа Корякин попробовал так вот играть против Адамса, да, и получилось очень плохо. Но, правда, он явно там палку перегнул. Да, вот интересно, что Харик Рична сдал центр, провел E4, ну, чтобы никаких изоляторов не было. Но теперь хочет нечто висящее сделать у соперника. Хочет просто взять на D5, я думаю, где-то C4 может быть играть. Ну, может быть, так, а... Ну, да. Ну, может быть, еще как-то он дождется, когда ферзь уйдет с D8, и все-таки E5 и конь G5. Но пока это сразу не получается, может быть, не получается, потому что черные возьмут на E5, успеют взять на E5. Потому что, в принципе, против этого коня G6, конечно, вот конь G5 и потом E5 была бы шикарная стратегия. Ну, что, хикару солидно по центру выставился. Сейчас уже, возможно, какие-то вскрытия игры. Может, удар C4 пройдет с дальнейшим взятием на E4. Ну, посмотрим. Поддерживает напряжение соперники. Можно еще ладья F1 попробовать сыграть. И потом же E5. Да, с идеей конь G5 и ферзь H5. Ну, вот что-то такое, да, пытаться скомпоновать как-то вот эти вот. Потому что так иначе я не знаю. Все-таки взятие на D5... Ну, так черные тогда выставят ладью на линию E. Белому ферзю будет очень неуютно на E2. Ну, вот прямо сразу он на E5. Пошел отыгрываться. Ну, теперь вопрос в том, что после конь D7, допустим, конь G5 проходит или нет. Ну, конь D7, конь G5 можно на E5 взять, наверное. Может быть, на H7 можно там взять. Но я не знаю, к чему это приводит. Ну, как-то взять, так и скушать на H7. Если черные на D3 возьмут, тогда можно ладью на F8 съесть. Да, это ключевой вариант. Я думаю, что от этого сейчас все зависит. Потому что на C4 играет позиционно. Играет позиционно. Ну, может быть, эта идея конь G5 остается в силе. Может быть, и правильно он сыграл. Но правда, вот что же сейчас? C4, ладья E1. Ну, пешка E5 держится. Да, да, да. Посмотрим. Ну, все-таки конь G5, я боюсь, не состоится. Потому что в этом варианте, если мы вернемся к тому, что мы рассматривали, конь G5, а потом конь бьет E5. А это вообще. Все, пешка на H6 стала. Пешка на H6 стала. Ну, а это Петросяновские известные идеи. Бить пешкой F в подобных структурах. Не важно даже, что пешка на H7 или на H6. Потому что, чтобы открыть линию F, это известная идея. И уже очень много лет. И применяется в различных вариантах славянской защиты. Может быть, белым разменять белопольных слонов слон Е4, чтобы ферзь на G4 мог перескочить. Может быть, пешку G3 как-то ран использовать. Сразу G4 не идет из-за конь F4. Слон Е4 ход такой типовой. Ну, может быть, страшновато немножко эту пешку D так пускать. Но правда, она на данный момент... Вряд ли, да. Слон Е4 напрашивается. А если еще знаешь, какой манер? Конь F1, конь H2, конь F4. И, может быть, что-то там срастется на королевском фланге. Нет, слон Е4. По-простому. Да, практически. Вот интересно, что Каспаров. Одна из его партий, на которую произвела на меня впечатление, это когда он полностью переиграл Веслису. И потом, конечно, глупо коня подставил на D6. Там дебют был очень интересный, кстати. Там вот была такая сицилианская с B3. И вот там Каспаров очень интересный. Он как раз подобную структуру получил. Ну, там еще лучше было. Там разница была в том, что пешка D4 была на D7. Но вот то, что он двинул свою пешку на Е5, а потом поле Е4 использовал. Так, что же у нас происходит? Напал на пешку А2. Вроде бы пустяк, но он, может быть, и не пустяк. Может быть, вернуться спокойно ферзем на С2, на B1. А потом все-таки, да, так он и делает Пентала. И теперь вот надо с конем на D2 что-то решать. А, напал на Е5. Ну, видимо, повторение ходов. Повторение ходов. Да, повторение ходов. А вот он, нет, невероятно практичный шахматист. Ну, собственно, зачем, да. Зачем рисковать здесь? Видимо, стоячая структура, если позволить Белым, еще перестроиться, может быть, и похуже стало бы. Ну, наверное, на ничью согласен. Ну, пока они тут думают. Вот пара вопросов. Я наблюдаю, кстати, вот здесь вот вопросы. Ну, хорошо, впечатления от игры Вали Гуниной в последнем гран-при. Ни одной партии не видел. Но, честно говоря, собираюсь посмотреть. А я видел. Она играется в своем ключе, рискует, перегибает палку. Она боевик, шахматный боевик. Вот представляете себе, боевика, гранатомет за плечом. И ничего не боится, абсолютно. То есть у Вали как раз отсутствует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова